Со входом в развлекательный комплекс не было никаких проблем. Тут же встретили и проводили в переговорную на четвертый этаж, для того, чтобы предоставить все необходимые для проверки документы. Как оказалось, в торгово-развлекательном комплексе «Вегас» предусмотрено свое штатное противопожарное подразделение. Послам начальника управления пожарной охраны Крокусити Александра Бусыгина, помимо служб пожарной безопасности и групп обеспечения пожарной безопасности, в наличии есть штатные расчеты пожаротушения с пожарными автомобилями и боевыми расчетами. Также организовано их круглосуточное дежурство. На территории комплекса базируется пожарная машина с пожарным расчетом. Общая численность группы составляет 27 человек. Проверяющим продемонстрировали алгоритм действий при срабатывании пожарной сигнализации. Внимание! Проводится проверка системы противопожарной защиты и системы оповещения. Просьба соблюдать спокойствие. Спасибо за понимание. После того, как сработал датчик, пошел сигнал к диспетчеру, который направил на место инструкторский состав для проверки. При сработке одного датчика оповещение не включится. Пойдет сигнал «Внимание! Пожар!» Какая-то другая техническая причина. При сработке двух датчиков, то есть дым, когда начнет распространяться на какой-то площади, тогда уже происходит сработка полностью алгоритма действий. К месту, откуда поступил сигнал, оперативно прибывают инструктора пожарной безопасности, представители охраны со средствами пожаротушения и защитными масками. Расчет пожаротушения в нештатные пожарные расчеты. Эвакуация длится 15 минут, а с самых удаленных точек – 20. По словам управляющего торговым центром «Вегас Кунцева» Алексея Шпаковича, торговый комплекс готов в любой момент продемонстрировать слаженную работу как персонала, так и всех инженерных систем. Сегодняшняя проверка для нас была ожидаемая, но мы к ней отдельно не готовились. Мы не знали, что именно сегодня нас будет проверять. И то, что вы сегодня увидели – отработку тех систем противопожарной защиты, действия персонала, действия пожарной службы – это не бутафория, а это реально так и есть. Также представители правоохранительных органов проинспектировали детскую комнату и кинотеатр, где сотрудники «Вегаса» продемонстрировали работоспособность огнетушителей. В случае возникновения пожарной опасности сотрудники детской комнаты сообщают о возгорании, после чего к работе приступают все соответствующие структуры. Также был произведен осмотр насосной станции пожаротушения торгового комплекса. Сотрудникам комиссии рассказали, что в случае возникновения опасности эвакуацию детей из игровых комнат будет осуществлять работающий там персонал, с которым проведены инструктажи. По результатам проведенной проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное устранение выявленных нарушений. Виновные лица будут привлечены к установленной законам ответственности. Как рассказали специалисты по пожарной безопасности, при сигнале тревоги в кинотеатре запуск алгоритма реагирования происходит в течение одной минуты. Включается аварийное освещение, в том числе аварийные знаки направления движения. В этот же момент охрана совместно с пожарным расчетом прибывает к месту, оценивает ситуацию, при необходимости работает полностью пожарный расчет. Прокладывается первая рукавная линия и проходит тушением. Одновременно с этим осуществляется эвакуация людей. С момента пожарной тревоги для эвакуации людей на улицу необходимо не более пяти минут. Неплановые проверки противопожарной безопасности в местах массового скопления людей в Одинцовском районе будут продолжены. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.